Музыка Есть и яблоня, и на плече яблоко, и там с той стороны видно змеи. Если обойти с той стороны, там из камней выпадает яблоко. Скажите, это женский творец, очень красивый аргат, поэтому хочется. Вот там 17. Это знаете, что я давным-давно в 10 классе прочитал книгу Акулея, называется «Золотой осел». Там вдовушка влюбилась в осла. Одно из приключений, это парень молодой превратился в осла и бродил по древней Греции в течение двух лет, попадал во всякие приключения. И вот одно из приключений было вот такое. Ну, запало в голову. Как всегда он такой? Нет, это агат. С корочкой прямо вот. Как бы, да. Это... Вот обыграно. Вот обыграно, да. Это называется «Страшная сказка». Ну, в кавычках. Такой лесовичок на пеньке стоит, руку одну так держит, а другую так пугает. Не ходите, дети врезали. А почему не ходите? Потому что там фалос его от подбородок подпирает. А, ну да, да, да. А здесь называется «Великий хохолок». Ну, по той же самой схеме. У него просто хохолок отдельно белого цвета агат. Поэтому я его сохраню. Я его сохраню. Эротическая серия. Да, да, да. Вот это все примерно. Вот это, кстати, они... Перекликаются. Перекликаются. Там называется «Танго втроем». Тоже, ну, как бы, вагина и два мужика. А мужики прихорашиваются. Там турмалинчиком один вот, как цветочек. А с той стороны, если обойти, второй в бабочку якобы превращается. Ну, то есть выеживаются перед дамой, чтобы ее совратить. Это просто флора. Вот это 28. 13 – это армянский агат. Так, 18, поскольку считаются дети цветы жизни, это цветы любви. То я назвал это, то есть плоды любви. Хотя я назвал цветы любви. Вот там чуть-чуть вот сместимся налево. Я покажу, вот тут несколько работ. Тут уже нету эротики. Ну, вот, вот эта вот вещь, на мой взгляд, самая крутая, это Мария, когда к ней обратился Архангел Гавриил и говорит, благословен плод чрева твоего. И в животе уже светится младенец Иисус. Ну, понятно. Ну, такого агата больше не бывает. И не будет никогда. Представляете? Вот моя высадка, вот когда агата была там в Мадонне, всякие там тоже представления. Ну, тут еще и я выиграл. Да, чуть-чуть. В коронде вот тут эта обезьяна, которая на левое плечо села, на левую руку села белая лавочка, я назвал мысль о красоте. Ну, то есть вот не палка, понимаешь, с камнем превратила обезьяну, на мой взгляд, в человека, а красота. Это из махового агата, вырезал слоника, корку сохранил, назвал слоник, любит финики. Вот шестая, это кентавр, а 25-я кентавресса. Думаю, что ему в одном воскучать-то? Тут просто крабик. Итак, вот немножко волна из яшмы. Это, значит, называется последняя охота. Тут лев умирающий и антилопа. У антилопы сломан рог, я предполагаю, что он внутри льва. Поэтому последняя охота для обоих. Там дальше 19, это из яшмы я вырезал голова зела. Это не офия кольца, это именно яшма. Да, вот Сергей Калицнеченко мне подарил этот камушек. Ну, внизу немножко бронзы. Понятно. И с поталом. Да, да, да. Вот по бокам, это два толстяка, я называл, и нам летать охота. Ну, понятно. А в середине, это вот символ вашего города, мне кажется, должна быть. Святая Екатерина. Святая Екатерина. Да. Ну, девушка с веслом, мой вариант. Ну, да. Да. Слойники. Известная, так сказать, культура советского времени. Да, да, да. Ну, она у меня просто с цветочком, поэтому она не такая формальная. Вот эти две, 17 и 18, это степной волк называется и русский сфинкс. Ага. Тут всякие, тоже смешные. А, да, да. Это учитель музыки, это называется «Два одиночества». У меня просто товарищ в Питере, куда я езжу довольно часто. Вот он с собакой гуляет, и жены уже нет, и собака тоже одна. Вот я назвал «Два одиночества». А это? Нет, не Петра, это Дали у меня. Дали? Да. Но они, кстати, оказались похожи. Потому что вот глаза и печёшки, да, 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 они... Ну, мне тоже это говорят. Усы, усы только не такие. Я делал, у меня был, есть до сих пор, культура такой яшми пейзажный. Я из него, на этой яшми прямо сразу видела, что пейзажа Дали. Совершенно вот, то есть вот палитра Дали. Я думаю, я вырежу прямо голову, голову Дали. И думаю, сначала я вылепил в пластелине, а лепил, лепил на пылку, и думаю, а что останавливаться надо, дядя Грингу и Буранзе, уже готовы сделать. Ну, так, здесь ещё, не рассказывал вам, да, на сетнусте. Вот это вот называется, тут две стихии, морская и огонь. Я назвал меч Архангела кабинетный вариант. Ну, потому что, когда-то люди письма вскрывали, ножами такими красивыми. Вот. Ну, вот это вот, 14. Это Николай Чудотворец. Был, агат, в коричневой корке. Я корочку оставил только на Евангелии. Всё остальное убрал на Евангелии. Да. Вот это вот 10. Это называется Джомли. Тут 4 персонажа. Горилла, 2 птицы, цветы и ящерица. Но всё это надо смотреть по кругу, когда они видны будут. Так, это голова Иоанна Крестителя. Горилла, 2 птицы, цветы и ящерица. Горилла, 2 птицы, цветы и ящерица. Диазерство. Горилла, 2 птицы и ящерица. До договора. Тейнер, 6 птицы и ящерица. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова